Позади Антверпен, впереди новые акробатические высоты. С чемпионата мира российская сборная вернулась абсолютным победителем. Из пяти комплектов медалей в многоборье россияне взяли четыре золотых и одну бронзовую награду. Абсолютными чемпионами стали старогородковские спортсмены Марина Чернова и Георгий Патарайя. Лидеры сборной этой акробатической паре вновь рукоплескал весь мир. По программе элементов ничего не усложнили, мы просто поменяли композицию, одну композицию. Этого стало достаточно. Любые медали, неважно, первое, второе, третье места, они все очень тяжело даются, потому что это огромная работа. Еще один звездный дуэт. Мужская пара Николай Супрунов и Игорь Мишев, действующим чемпионам мира, предстояло подтвердить свой статус в Бельгии. Поначалу россияне уступали, но собрались силами и обошли своих ближайших соперников, акробатов из КНДР. Мы вечером собрались, у нас вечером было еще второе упражнение, да, и мы после первого собрались и вышли на второе, да. Потом уже на следующий день мы уже стали первыми, вошли в финал первыми и чемпионат, да, финал был с нуля, и мы выиграли уже потом чемпионат мира. Старый городок Мека, отечественные акробатики, именно здесь трудятся лидеры сборной под руководством главного тренера Тимура Гургенидзе. По словам наставника команды, здесь созданы все условия для полноценных тренировок и восхождения на Олимпийский Олимп. По итогам чемпионата российская пара Дарья Скрипачева и Дмитрий Докучаев получили путевку на третьи юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине. Минувший чемпионат стал дебютным для российской четверки Германа Кудряшова, Валерия Тухашвили, Александра Сорокина и Кирилла Задорина. Ребята взяли бронзовые медали и поразили судейство необычным элементом. Эта четверка собрана совсем недавно, хотя спортсмены там все опытные, ребята молодые, но опытные. Они кто-то были верхний, кто-то выступал там средний в четверке, но все по юношам. А это первый взрослый международный турнир, они вместе всего пять месяцев. И при этом у верхнего Германа в ноябре была операция на мениск. То есть если бы тогда кто-то нам сказал, что через четыре месяца, через пять месяцев они станут бронзу, займут на мире, причем с великолепной оценкой. То есть там раньше с такими оценками выигрывали мир запасов, а сейчас в четверках там была битва очень большая. И они в ней как бы не уступили, заняли третье место. И они исполнили элемент, пирамиду, которую никто в мире не делает. Это сразу разлетелось по всему миру, по всем инстаграммам. Мы к чемпионату мира составили новые композиции, обкатали их. Нам все это понравилось, но потом мы решили немножко еще усложнить. Поэтому пришлось еще как-то дорабатывать, даже кому-то составить новые, в частности четверки. Но я думаю, что это пошло только на пользу, потому что они всегда с большим удовольствием делают что-то новое. К тому же судьи не были готовы, и это был для них тоже сюрприз. Российская акробатика по-прежнему задает тон в мировом спорте. К чемпионату предшествовали первенства в разных возрастных категориях, где наши спортсмены также взяли золото, серебро и бронзу. Смешанная пара Яна Мазенко и Денис Торосенко заняли третье место, а Дани Скаметов и Мария Соловьева завоевали серебряные награды. В составе международного судейства был заслуженный тренер России, многократный чемпион мира Ревас Гургенидзе. В принципе, можно сказать, что за этот период, трехнедельный практически, прошло четыре чемпионата мира по всем возрастам. Получается такой неслабый марафон, особенно для тренеров, для судей, у кого ребята по нескольким сменам выступают. Поэтому можно сказать, что весь этот марафон мы отстояли на должном уровне. У спортсменов не бывает каникул, говорят акробаты, и продолжают тренировки. Впереди Кубок памяти заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, который пройдет в Старом городке 28 и 29 апреля. Нынешние победы спортсмены посвящают своему наставнику и основателю школы акробатики в Подмосковье, Владимиру Робертовичу, дело которого продолжают его сыновья Реваса Теймурас, вдова Лариса Борисовна, команда тренеров и спортсменов, составляющих элиту мирового акробатического спорта. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.